Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире вышел в свет очередной номер официальной газеты Западной Армении Island League, интервью с президентом Западной Армении Арменаком Абрамяном. Президенты России и США также обсудят вопрос Арцаха на встрече в Женеве. Бесплатные квартиры ремонтируются в Агорте и Мартунинского района для обеспечения перемещенных семей. Жалоба направлена в Аргентину для расследования военных преступлений Азербайджана в Арцахской войне. Скрытый рай в Западной Армении. Ардвин его с уникальной природой ждет посетителей. Международная команда туристов преодолеет 832 километров по Армении за 40 дней. Презентация сербского перевода произведения Муфсе совпали на всей истории Армении. Вышел в свет очередной номер официальной газеты Западной Армении Island League. Издается ли ежемесячная официальная газета Республики Западная Армения? От 1 мая 2021 года под номером 31. Официальный вестник Западной Армении регулярно издается в начале каждого месяца на западноармянском языке. Для обратной связи пишите по следующему адресу. Поддержите Западную Армению. В эфире телеканала Западная Армения. Президент Республики Западной Армения Армен Акабра Амян рассказал о своих шагах по устранению и смягчению последствий геноцида против армян, подчеркнув требования возмещения ущерба. Он затронул вопрос компенсации, отметив, что как в Западной Армении, так и в армяно-населенных городах Османской Турции массовые убийства начались в 1894 году. Он представил расчеты, которые включают каждый эпизод геноцида. Он отметил, что в проведении этих расчетов они взяли за основу компенсационный пакет, сделанный по холсам Нубар Пашой, в котором детально оценен ущерб, нанесенный коренному армянскому населению во время его депортации и геноцида. Президент Республики Западной Армения подробно представил территориальную и денежную претензию к компенсации, которую вы можете посмотреть на нашей странице в YouTube. Помощник Кремля заявил, что Арцах, Украина, Беларусь, Сирия, Ливия, Афганистан и Алексей Навальный были среди тем включенных в повестку дня встречи президента в России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, лидеры также обсудят стратегическую стабильность, эпидемию, борьбу с киберпреступностью, экономическое сотрудничество, изменение климата и проблемы Арктики, передает одингурар.е. Напомним, встреча Путина и Байдена намечена на завтра, 16 июня в Женеве. После войны все жители общины Ахорт Мартунинского района вернулись в село. Об этом в беседе с корреспондентом Арцах Пресс заявил глава общины Ахорта Навер Мартиросян. По его словам, после войны в село не было переселено ни одной семьи, но два дома были отремонтированы для обеспечения перемещенных семей. Этой целью будет служить около десятка домов. Сельская школа внов открыта с декабря 2020 года. Здесь учатся 30 учеников. Дети посещают Центр творческих технологий ТУМО. К сожалению, у нас нет детского сада, он был закрыт в 2011 году. Общественный зал находится в здании бывшего детского сада. У нас есть медпункт, нуждающийся в капитальном ремонте. Действующий клуб. Поселок обеспечен электричеством, не газифицирован. У нас серьезные проблемы с питьевой водой, особенно летом. Поливаем каждые два дня. Дороги в центре села в плохом состоянии, сказал мэр. В селе в основном занимаются животноводством и пчеловодством. По словам главы общины, мед села самый лучший, качественный, чистый и особенный. Наварь Мартиросян уверяет, что Хагорт обязательно будет процветать и развиваться. 8 июня Армянский национальный совет и организация аргентино-армянских юристов подали жалобу в Федеральный суд Аргентины для расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных азербайджанской армией против населения Арцаха во время войны 2020 года. Жалоба была подана Альфонсо Табакяном, президентом фонда Армянский национальный совет по защите прав человека. При спонсорстве доктора Лучаны Миносян, доктора Ирен Виктории Массимино и доктора Хуана Касаргяна в Федеральный уголовный исправительный суд номер 11 к судье Марселу Мартинусу де Джорджи. По мнению авторов жалобы, действия азербайджанского государства представляют собой военные преступления и преступления против человечности. И поэтому нарушают всеобщую декларацию прав человека, подписанную всеми странами-членами Организации Объединенных Наций. Поскольку Азербайджан не осуществляет свою уголовную юрисдикцию, так как ответственность несет само государство, эта территориальность уступается. И любая страна мира может осуществить универсальную юрисдикцию и осудить эти преступления. Ордвинский регион Западной Армении с его водопадами, кратерными озерами, плотинами, национальными парками, флорой и фауной, биосферным заповедником. Плато позволяет своим посетителям расслабиться на первозданной природе, на свежем воздухе, вдали от городского шума. Ордвин был частью провинции ЦАК Тайского мира Великой Армении и считался центром последней. В настоящее время это один из важнейших по красоте природных городов, оккупированной Западной Армении. Это один из самых привлекательных центров природного туризма в регионе. Уважаемые граждане, если вы решили провести спокойный и настоящий отпуск, это именно то место, которое вы ищете. Проведя отпуск в Ордвине, у вас будет возможность побывать на исторической родине и насладиться роскошной красотой природы. Чтобы отметить успех паршрута Закавказской тропы, международная команда опытных туристов преодолеет 832 километров по всей Армении за 40-дневный поход. Как сказано в сообщении, Закавказская тропа задумана как пешеходная тропа мирового класса протяженностью 3000 километров, которая будет включать большие и малые горные хребты Кавказа. Она была разработана тремя партнерскими организациями. Американская организация «Транскавказская тропа», НПО «Транскавказская тропа» в Армении и НПО «Транскавказская тропа» в Грузии. Согласно источнику, цель походов мирового класса расширить экономические возможности местных сообществ за счет обеспечения доступа к региональным культурным объектам и охраняемым территориям с минимальным негативным воздействием. Маршруты проходят по дорогам, соединяющим сёла и памятник культуры, которые были изучены и нанесены на карту общественной организации «Закавказская тропа» Армении. Планируются также новые проекты, которые свяжут эти исторические маршруты. Маршрут через Армению – это археологический маршрут, который оживляет историю страны и помещает её на карту международных экспедиций. Презентация сербского перевода «Истории армянского Геродота. История Армении» состоялась в Музее литературы и искусств Ягыша Чаренса при участии издателя «Весны Песеч» из Белграда в Ереван. «Весна Песеч» – автор шести книг. По его сценарию снят ряд ценных документальных фильмов. Модератором презентации выступил Бабкен Тимониан – талантливый поэт и переводчик, заслуженный деятель культуры, почётный консул Сербии в Республике Армения, внёсший большой вклад в нелёгкую задачу редактирования перевода книги на «Истории». На презентации выступили автор профессионального предисловия книги и член-корреспондент Национальной Академии Наук Республики Армения Айлита Долуханян, директор Института Истории Нанэра Академик Ашот Мелконян. Для истории каждый новый перевод произведения «Холинация» означает «долголетие шедевра историка». В пятом веке «Холинация» учит, что такое родина, что такое героизм, что световое образование и наука несёт человечеству. Своей книгой он воспитал многие поколения армян. Книга «Холинация» объясняет моральные ценности человечества, и именно национальная преданность делает человека человеком. Далья для вас, Ирия Навакян, дэр зорый волхпан. Книга «Холинация» Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё, желаем вам всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok